Я приветствую вас на канале Аленин сад. Конец апреля, а на улице минус. Я сижу, снимаю видео, у меня замерзли ноги и руки. Просто ды-ды-ды-ды-ды. И я решила вместо видео о том, за какими овощами не нужен уход, снять видео о самых холодостойких овощах и вам о них рассказать. Конечно, другое видео я тоже когда-нибудь сделаю и расскажу вам. Если вам нравится эта идея, не забудьте ставить лайки. Чем больше лайков, тем больше уверенность у меня, что тема интересная. Ну а сегодня про самые холодостойкие овощи. Какие это овощи? Это те, которые выдерживают заморозки, выдерживают минусовую температуру еще на стадии всходов. Некоторые из них выдерживают до минус пяти. Я не выдерживаю, а некоторые из этих овощей выдерживают. И поэтому сеять их можно самыми первыми, самыми ранними. Какой бы холод не был на улице, какой бы минус не показывала бы нам весна, мы возьмем эти семена и пойдем их сеять. Итак, первое это русские бобы. Очень холодостойкая культура. Выдерживает минус шесть в стадии всходов. Растет, развивается очень и очень рано начинает это все делать. Может даже давать самосев в некоторых регионах. Но не все знают, как их готовить и как употреблять в пищу. На самом деле их можно так же, как и зеленый горошек, есть и в сыром виде, и варить, и замораживать, и добавлять во всевозможные блюда. Ну и раз я уже упомянула горошек. Горох тоже очень холодостойкое растение. Его всходы тоже до минус пяти выдерживают. Одно но. Если вы будете сеять в очень холодную почву пророщенные или даже замоченные просто семена гороха, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Они сгниют. Поэтому берите сухие семена и сейте. Сухим семенам ничего страшного не даст этот холод. Постепенно будут набухать, прорастать. Ведь все-таки в мае должно же быть тепло. И горох-то прорастет наконец-то. И все остальное. Я вот лично верю, что тепло еще будет. Хотя ничто на это не намекает. Следующая культура это шпинат. Мало того, что он холодостойкий, так он еще и вообще любит холод. В жаре он очень плохо растет. Если вы любите шпинат, хотите его побольше вырастить, заготовить, то не теряйте время. Занимайтесь этим прямо сейчас. Когда наступит жара, шпинат у вас не получится. Поэтому дерзайте. Сейте шпинат и употребляйте его в любом виде. И в свежем, и в вареном. И не забудьте заморозить. Очень удобно замораживать шпинат в виде пюре в формочках для льда. И потом его просто бросаете в любой суп, этот кубик шпината. И шпинат красиво украшает и добавляет полезности вашему блюду. Следующий холодостойкий и холодолюбивый редис. Редис на самом деле тоже не любит жару. Быстро становится жестким. Некоторые сорта стрелкуются в жаркую погоду. И самый сочный, самый вкусный редис именно по холоду, который был посеян и которому светит прохладная погода. Тоже в июне смысла уже большого сеять его не будет. В 18 дней есть такой сорт редиса, французский завтрак. Вот они хорошо себя покажут. Если вы сегодня посеете, через 18 дней уже будете собирать урожай. Следующая культура это, конечно же, укроп. Холодостойкий, прихолодостойкий. Северная приправа. На юге укроп особо не подчуют, потому что на юге укроп особенно так вот и не растет, как у нас. Он любит холод. Высевать его можно под зиму, можно сейчас сеять. Самосево он прекрасно всходит. Поэтому укроп для севера очень и очень важен. Ну и вслед за укропом идет петрушка. Не менее холодостойкая. Также и самосевом может расти. И подзимний посев прекрасно выдерживает. И зеленый из-под снега выходит. Поэтому без зелени вы в холода не останетесь. Укроп, петрушка, шпинат уже хороший салат получается. К нему добавить редиску вообще просто супер. Ну раз я про салат сказала, то, конечно же, следующая холодостойкая культура это салат. Салат выдерживает сильный холод. Тоже может даже в некоторых местах хорошо перезимовать при условии укрытия. И сходу выдерживают заморозки. Поэтому салат не бойтесь сеять. Он только лучше будет от холода. Хотя выглядит салат, конечно же, очень нежным таким, мягким. И кажется, что он холод не любит. Но это не так. Мизуна и Тацой. Холодостойкие. Прекрасно выдерживают заморозки. Могут жить на улице в самые большие холода. Тоже не забудьте их посеять. У меня в теплице они уже хорошо взошли и растут. Также листовая капуста. Прекрасно у нас она зимует. Замерзает только весной, когда солнце начинает пригревать. И это ей не очень нравится. Так что не игнорируйте. Следующая красотка это морковка. Она очень холодостойкая. И сеять ее можно прямо вот только. Снег растаяло. Можно и по снегу, если есть такая возможность. Но у морковки очень важная особенность. Ей нужно много влаги. И если почва сухая, то лучше ее даже не начинать сеять. Нужно очень-очень хорошо почву промочить. Иначе будете ждать очень долго всходов. Какая бы температура на улице не была. Я вот в этом году упустила момент. Не посеяла. Хотя всем советовала сделать это еще в марте месяце. Потом наступила очень сухая погода. И смысла сеять не было. Почва просохла, верхний слой. Морковку мы сеем практически поверхностно. И я ждала, когда же пойдут дожди. Вот сейчас земля вся промокла. И можно сеять морковку. Все равно я еще не опоздала. И холод никуда не ушел. Следующая культура лук порей. Он очень-очень-очень-очень-очень холодостойкий. Можно сеять прямо на грядку. Можно через рассаду. Но через рассаду, если то, можно высаживать рассаду очень рано. Не нужно ждать, когда минуют возвратные заморозки. Когда вам захотелось, тогда и высаживайте вашу рассаду порея. С ней ничего плохого не случится. Но в этом году я провожу эксперимент. И посеяла рассаду порея в теплицу. Есть у меня такое место, на котором ничего не растет, потому что очень-очень сыро. Порейчик там уже, смотрю сегодня, очень хорошо себя чувствует. И, конечно же, чеснок. Яровой чеснок можно сеять по сильному холоду. Он холодов не боится, как и азимый. И поэтому сеем его одним из первых. Правильнее, конечно, сказать. Сажаем чеснок. А зимой мы посадили еще осенью. И у нас он уже по 15 сантиметров на грядках. Ну, а яровой можно сажать спокойно прямо сейчас. Итак, я вам назвала более 10 культур, которые не боятся холода вообще. Они самые-самые холодостойкие. Но я уверена, что что-нибудь я забыла. Обязательно пишите в комментариях. Не забывайте ставить лайки моим видео и подписываться на канал Аленин Сад. Это очень-очень важно для развития моего канала и для поднятия моего боевого духа, чтобы я продолжала снимать для вас интересные видео, конечно же. Спасибо вам большое за то, что вы уже подписались или вы комментируете каждое мое видео. Мне это очень приятно. За то, что ставите лайки. Огромная-огромная моя благодарность. Я желаю вам сегодня только одного – теплой погоды, чтобы был теплый май, было теплое лето и теплая осень. Этой зимой мы так намерзлись, а весна решила тенденцию сохранить. И это очень неприятно. Тепла вам, еще раз тепла. Увидимся очень скоро на канале Аленин Сад. Всем пока!